Здесь вот резать не надо. Я это несколько раз делал, чей-то хорошо. А вот веревку резать можешь. Режь. О, отлично. И давай еще раз вот здесь. Стоп, оставь так, оставь, оставь. Хирургом будешь. Так это только не режу. Давай, режь по-настоящему. О, и так, это мы завяжем. Держи. Теперь вот на этот узел, пожалуйста, сильно дуй. Это сильно? Да, нет, нормально. Отлично. А тут еще один. Не, лучше ударь, как с карателем. АПЛОДИСМЕНТЫ Целое? АПЛОДИСМЕНТЫ Понравилось? Хотите, но учу? Да! Очень простой фокус. Для того, чтобы его сделать, берете Михаила Кобелевича. Для того, чтобы сделать этот фокус, нужны ножницы. Есть у тебя дома. И нужна веревка. У тебя есть дома веревка? Много. Но там, где белье, там резать не надо. Хорошо? Хорошо. Итак, нужно взять веревку, отрезать от него вот такой вот кусочек и отнести его маме или бабушке. Знаешь почему? Потому что женщина любит шить. И просишь из этого кусочка сшить колечко. Понял? Вот, выговорите, выговорите, выговорите. Вот у тебя есть такое колечко. Это секрет фокуса, маэстро. Это секрет фокуса. Для того, чтобы его показать, нужно взять кольцо в руку. Нужно пригласить кого-нибудь на сцену, дать ему ножницы и дальше делать так. Показываете обычную веревку. При этом руку не открываете. После этого просите разрезать ее в серединке, но на самом деле это не серединка, это колечко. Давайте еще раз. У меня веревка, которую Тимур сейчас разрежет. Видите, выглядят как две веревки. На самом деле веревка осталась целая. То, что он разрезал, это всего лишь то самое кольцо, которое мы завязываем назад на веревку. И кажется, что две связанные веревки. Тимур, отрежь, пожалуйста, кончики. У тебя карман есть? После этого просишь кого-нибудь дунуть. Он будет дуть, и ничего не произойдет, пока ты не дернешь. Или попроще ударить рукой. Кусочек падает, не осталось никаких секретов. Можно это подарить зрителю, и пусть он идет домой и проверяет, где же там в середине шипы. Вот сделай.